Итак, дорогие друзья, мы продолжаем изучать Мишли, притчи царя Соломона. И с Божьей помощью у нас уже, прямо мы переходим сегодня на 19 главу, заканчиваем 18 главу. И переходим на 19 главу. И нам осталось до завершения совсем немного. То есть нам осталось до завершения 19 глава и до 31. И уже сейчас я хочу прямо готовить, кто хочет стать не соавтором книги, а кто хочет помочь изданию книги Мишли своим предзаказом, то для меня это будет личная мотивация, быстрее закончить. То есть у меня, в принципе, есть шанс закончить книгу уже, уже, хорошая шана, буквально за пару месяцев. И чтобы уже в этом году пойти прямо с такой книгой, комментарии на Мишли. Кто хочет, я сделаю, я сделаю форму предзаказа, и мне будет тогда понятно, насколько она нужна. Чем больше будет предзаказа, тем я пойму, что она нужна. И больше внимания буду этому уделять. Хорошо, дорогие друзья, все. Значит, все собрались, новая неделя. Новая неделя у нас заканчивается месяц Томус. Томус начинается самое тяжелое начало месяца АВ, но потом начинается подъем. Пока, Виктор, просто я так сказал свою мысль, только что над этим работал, писал, и думаю, вот надо Мишли подготовить, издать и Коэлит. Есть же книга «Экклезиаст», кто еще не читал, есть книга моя по «Экклезиасту», по Коэлиту, комментарии. И вообще у меня такая есть идея, мечта с Божьей помощью издать трехтомник. Трехтомник Коэлит и два тома по Мишли. Мне кажется, будет красиво, чтобы дома всегда находился царь Соломон со своей самой великой мудростью, чтобы можно было взять книжечку, почитать. Потом подарок, это классный подарок. Вообще приходит человек и говорит, слушай, вот тебе царь Соломон, на тебе, умней. Хорошо, друзья, все, мы находимся в 18 главе, последний отрывок. Последний отрывок, 18 главы, царь Соломон нам дает жизненный совет. Жизненный совет он нам дает, в котором говорится так. Иш раим литроэа, в еш оэф, да век мэ ах. Значит, говорит он так нам. Есть человек, у которого много раим. Раим, это приятели по-русскому, да, по-русски. То есть, вот есть митсва, такая заповедь, на которой стоит вся Тора. Ваавта лиреха камоха. Возлюби ближнего, как себя. Вот раэха, это ближний. Написано, иш раим, человек, у которого много раим. Литроэа. То есть, он с ними приятельствует, да. То есть, они с ним приятели такие, да. Вот, у меня, например, у меня приятелей когда-то было очень много, да. Я был такой очень френдли, френдли такой был человек. И у меня было много приятелей. Вот мы сидели, болтали, общались о чем-то. Все время было какие-то компании большие, да. И, значит, продолжает царь Соломон. Въешь оэв. А есть человек, которого оэв, это он использует в единственном числе. Есть любящий. Кого ты любишь или кто любит тебя. Давек мэах. Он ближе, чем брат. И тут отмечают комментатору очень одну большую закономерность. То есть, когда он говорит о приятелях, их много. Говорится во множественном числе. И они для забавы, как переводят, вот литроэ, это, ну, так поболтать. Въешь оэв. Оэв не может быть любящий, вот, близкий друг. Он не может быть, их не может быть много. Их не может быть много. Но если у тебя есть такой друг, то он тебе ближе, чем брат становится. Мудреца, если у тебя есть один, именно один друг такой, да. Значит, мудрецы, когда разбирают этот отрывок, они обращают внимание на то, что, в принципе, вот, друг, да, близкий друг, он очень оказывает влияние на жизнь человека. Есть даже в Перте, вот, есть такая мишна. Усэлихарав. Сделай себе рава. Именно рава надо сделать. Надо себе назначить его. Рав за тобой не будет гоняться. Рав не будет тебя уговаривать, послушай, давай я буду твоим равом. То есть, но любой человек может отнестись к другому, сказать, вот, ты для меня как рав, да. И можно себе взять, вот, у нас есть сколько преподавателей Торы. Кто-то из них более готов советовать и вникать. Кто-то менее. Некоторые берут себе равом, есть равы в синагоге, есть. То есть, должен быть человек асэлиха рав. Сделай себе кого-то, у кого ты учишься и кто для тебя является источником информации о мире. Потому что мы все живем в какой-то системе координат, которая к нам пришла извне. То есть, человек же не выдумывает, человек же не выдумывает, как жить, как мир устроен. Мы все время все слушаем, слушаем, слушаем. По каким правилам жить? И, значит, сделать себе рава очень полезно. У Кнеллы Хахаверы, приобрети себе друга, продолжает это Юшоа Бенпрахер, пертьявод. Он говорит, приобрети друга, купи друга. Что это значит? Это как раз вот эта вот идея, которая пришла от царя Соломона. Что друг может быть один, в него надо вкладывать. То есть, если у тебя уже два друга, то каждый из них думает, что, ну, значит, наверное, он не мой настоящий друг. Потому что, если он мой друг, а у него есть еще один друг, то тогда уже это, как бы, такая, ну, толпа уже просто, да, друзей. А если у него есть пять друзей, так любой человек думает, так, он для меня, значит, не друг. Потому что у него есть пять таких, как я, и он, как бы, к каждому относится примерно одинаково. То есть, друг может быть только один, как может быть одна жена, например, один муж, один бог, да. То есть, когда начинается вот это вот распыление, расфокусировка, то нету в этом никакой силы. Поэтому очень важно именно выбрать себе кого-то одного. И тогда этот один, он реально для тебя становится ближе, чем брат. Потому что с братом у тебя есть родственные связи генетические. А, ну, бывает, что нет близости ни духовной, ни интеллектуальной, да. Вот Жанна подтверждает Дмитриенко, друзья все предали. Вот именно как раз. Это не были друзья. Потому что нам царь Соломон говорит, что друг, который ближе, чем брат, он может быть только один. А если это не, не их много, тогда это называется не друзья, а приятели. И приятели, они для, ну, вот прям в переводе здесь, для поволтать. То есть, приятели, это они тебе приятели, но друг может быть один. Я вспоминаю здесь историю, когда один молодой парень, он очень много времени проводил со своими приятелями. И когда отец ему говорил, послушай, займи с лучшими делами, учебой, он всегда, он отцу отвечал, папа, это мои друзья, это мои друзья, как же я могу, меня же тут сюда позвали, сюда позвали, я всем нужен. Папа говорит, давай проверим, кому ты нужен и как ты нужен. Говорит, давай проверим, насколько они близкие твои друзья. Я тебе покажу, что такое настоящий друг. И он, значит, говорит сыну, смотри, проверка очень простая. Вот тебе мясо кусок, положи его в пакет и рутит в крови, чтобы у тебя были. И прийди к своим друзьям и скажи, что ты случайно сбил человека и ты не знаешь, что делать, теперь надо его куда-то спрятать, закопать, что-то надо с этим сделать, иначе тебя посадят в тюрьму. Отлично. Он говорит, сейчас проверим. И он к одному другу звонит, тот открывает дверь, он ему говорит, слушай, я случайно сбил человека, мне надо его закопать. Он говорит, я тебя не знаю вообще, чтобы тебя близко возле моего дома не было. Второму открывает, тот говорит, что, какой ты вообще, кто ты такой, иди отсюда, ты что меня втягиваешь в свои дела. В общем, он прошелся по всем, кого он считал друзьями. Но все они сказали, слушай, мы друзья-приятели, посидеть, пообщаться, да, но участвовать, если тебе плохо, если тебя надо спасать и так далее, мы вообще не будем. Это вообще не наша компетенция. То есть мы друзья, пока мы в кафе сидим или там гуляем на улице. А так мы вообще все забудь. И отец тогда ему говорит, отец смотри, что такое друг, говорит, у меня один есть друг. Это мы с ним там прошли в армию, войну, со школой мы с ним дружим. Да, мы с ним редко видимся, но это мой единственный друг, и я его единственный друг. И он говорит, пойди к нему теперь и скажи, что то же самое, что у тебя это случилось, и посмотри, как он отреагирует. И он пошел к другу отца, старому другу, с которым он всю жизнь прошел. И, значит, говорит, так и так, я сын такого-то сбил человека. Не знаю, меня сейчас посадят, но я не виноват, но я не знаю, что делать. Тот говорит, все, давай сейчас пойдем, значит, ну не помню, что он, или труп закопаем, или в больницу отвезем, или там адвоката позовем, или так далее. Но он к нему отнесся с пониманием, потому что единственный друг, это друг, который друг. А когда много их, то это приятели. Понятно. И то же самое в отношениях. Когда человек фокусируется на одном, да, то это стопроцентное внимание. А когда у него там миллион, ну не миллион друзей, то это не друзья. Все, мы закончили 18-ю главу. Это был 24-й отрывок 18-й главы, который нам показал очень важную вещь в коммуникации, в друзьях. Друзей не бывает много, да. Вот царь Соломон, давайте так, то есть есть разные мнения. Но царь Соломон нам говорит, что есть приятели во множественном числе, и они для забавы, для того, чтобы поболтать. А есть друг любящий, более близкий, чем брат, но он один. То есть это не, вот прям так написано в единственном числе, он один. Все. Кто хочет, принимает этот совет, кто хочет, не принимает. Но если кто-то хочет иметь одного друга, как мы в детстве песню, помните, пели, друг везде не бросит, лишнего не спросит, вот что значит настоящий верный друг. Все. Есть разница между друзьями и приятелями. И мы переходим на девятнадцатую главу. Девятнадцатая глава начинается с отрывка, отрывка, который нам, опять же, он нам говорит о человеческих качествах. То есть царь Соломон нам дает, как бы, он же пророк был, и он от Бога получил почти четыре тысячи лет назад полное объяснение человеческой природы. Он был мудрейший из людей. И вот он говорит, значит, То враж Олег Батумо. Он говорит, лучший бедный, но который идет в чистоте, в непорочности. Мэйтеж сфатав в уксиль. Чем тот, кто искривляет уста. Значит, и он, ксиль, он грешник по вожделению. Значит, люди делятся по, когда вот мы говорим, допустим, давайте соединим предыдущий отрывок с этим. Значит, вот сидит сейчас человек и думает, так, кого же мне сделать другом? Кого мне сделать другом? А друга действительно надо приобрести, потому что, когда ты хочешь, чтобы у тебя был друг, ты должен в него точно так же вкладывать. То есть ты не можешь получить то, что ты не вкладываешь. И вот сидит кто-то и думает, так, кто же будет мне другом? Кого же мне выбрать таким другом, чтобы я именно его назначил один? Вот у меня один друг. И буду с ним, значит, общаться. Остальные все привет-привет, ну, приятели. Надо вещи называть своими именами. Это не значит, что надо общаться. Это не значит, не надо общаться. Надо общаться. Но если это приятели, они приятели. А вот ты друг, значит, ты друг. Все, друг один. И говорит царь Соломон тогда так, что лучший бедный, который идет бы тумо, но идет он в... Томим это человек, который у него внутреннее, как внешнее. Он не обманывает, он не льстит, он не искривляет то, что называется искривляет в разговоре, искажает. То есть есть люди, они лезть говорят, они обманывают, они не говорят то, что они думают. Царь Соломон говорит, есть внешнее. Богатый, бедный это... Ну, у кого-то больше сейчас, у кого-то меньше. Это очень меняется. Это очень меняется, как колесо такое. Если люди были богатые, стали бедные. Если были бедные, стали богатые. Так он говорит, лучше не смотри на вот этот параметр, бедный-богатый, а смотри на чистоту внутреннюю, честность, порядочность и то, что называется внутри, как снаружи. Чем тот, который красиво говорит с устами, но он ксиль. Кто такой ксиль? И вот здесь царь Соломон нам каждый раз напоминает, что человек, которым властвует его вожделение, то есть человек, у которого я его хочу, оно важнее, чем его рациональное мышление. Такой человек ксиль, он называется, да, грешник по вожделению. Ты не можешь на него полагаться, как бы он ни говорил, что бы он ни говорил, как бы он ни там красиво ни разговаривал. Человек, у которого хочу сильнее, чем надо, на него не может полагаться даже он сам. Он же сам не может на себя полагаться. Он себе говорит, да, надо, надо, надо вот так делать, и не делает. Или он говорит, все, я это делать не буду, и делает. Поэтому на таких людей лучше не полагаться. В выборе друга самое главное, это тот принцип, который называется тохоти-боро, внутри, как снаружи. То есть человек, который, вот он прямой и идет по каким-то прямым, вот у него есть четкие принципы. Я, кстати, очень мало знаю людей, у кого есть такие прям четкие конкретные принципы, и они, эти люди, то есть ты можешь полагаться. То есть если он недоволен, так он скажет тебе, что он недоволен. А если он обижается, так он скажет. Вот лучше иметь вот такого честного друга, чем того, кто снаружи одно, изнутри другое. То есть очень важно, чтобы человек был, который как друг, он был настоящий, рил, знаете, настоящий, true. Вот. Теперь дальше второй отрывок, давайте в 19 главе, чтобы мы уже разогнались по два отрывка. Значит, второй отрывок, говорит царь Соломон нам следующее. Гам бли даат нефеш лотов. Значит, так же он говорит без разумения душа, да, душа нефеш лотов, душа нехороша. Вээцбераглаем хотэ. И спешащий ногами, торопливый ногами грешит. Значит, тут он говорит, но смотрите, есть еще один параметр, очень важный, на который тоже нужно обращать внимание. Есть человек, он что внутри, то и снаружи, и это называется там, да, то есть он, ну там прямой такой, да, но он говорит без дата, без познания нефеш лотов. То есть есть человек прямой, но у него, что такое прямой человек? У каждого человека есть свои какие-то убеждения, у каждого человека есть свои какие-то правила поведения. Сегодня, конечно, у нас сбита чуть-чуть, у большинства людей реальность, потому что телефон, он заменяет человеку мозг. Вот просто он заменяет человеку, он своим мозгом, он в телефон как бы уткнулся и все. Но все равно у человека, даже который ушел своим мозгом в телефон, у него внутри есть некие правила. И вот эти вот его правила, да, говорит нам царь Соломон, если они идут просто от его нефеш, нефеш это животная натура. То есть человек, в принципе, по натуре свое животное. И если его правила, они остаются на уровне животного, то есть забрать, стоя только на своем и так далее, тогда это тоже нехорошо. Он вроде и прямой, он вроде и что думает, то и говорит. Но то, что он думает, оно иногда бывает. У меня есть несколько знакомых вот из прошлого, да, они, ну, невероятно прямые. Но они настолько прямые, что они ездят с битой бейсбольной, и если им что-то не нравится, на дороге они выходят и бейсбольной битой бьют машины там и людей. И, то есть их прямота, она, конечно, ну, очень прямая, но она, эта прямота, она не очень хорошая. Вот это то, что говорит царь Соломон, что тот, кто бледат, у него нету картины мира, выстроенной с помощью правильных принципов, а что мы знаем правильные принципы, это Тора, то это тоже нехорошо. То есть он вроде прямой, но такой вот, знаете, есть прямые животные. Теперь он говорит, вейсбер аглаем хотэ, и человек, который спешит, он часто тоже грешит. Есть человек, который, он, у него вроде и принципы правильные, и он вроде бы такой нормальный, хороший человек, и вот он мог бы быть хорошим другом, но он все время спешит. И из-за того, что он спешит, у него получается, что он то туда, не туда забежал, не сюда забежал. То есть здесь он приводит, царь Соломон, еще две причины, которые разрушают отношения и которые разрушают человека. Значит, первая еще раз причина, это, давайте вот все сведем в одно сейчас целое, чтобы было понятно. Значит, первое, что он говорит нам, что лучше быть, что внутри, то снаружи, и выбирать людей честных. Потому что если люди нечестные, тогда ты не понимаешь вообще, что это за человек. У него как два разных слоя, он снаружи один, внутри другой, и тогда вообще непонятно, как с ним общаться, потому что он, ну, ты не знаешь, какой он по-настоящему, что он думает и так далее. Теперь дальше. Вторая вещь плохая, когда у человека руководят его эмоции и желания. Он тут захотел то, тут захотел другое, тут захотел третье. Это называется грешник по вожделению. Третья категория проблемных друзей, проблемных людей, которых тяжело иметь другом, это он бледат. То есть им управляет его, то есть у него нет знания о том, как правильно выстраивать мир. Его система принципов и убеждений, он прямой, у него что внутри, то снаружи. Но он живет под этим принципом, что не отличается сильно от животного. И последнее, четвертое, такой недостаток, с которым стоило бы бороться в себе, и на который этот недостаток, он, если он есть в других людях, то можно ожидать от них, можно ожидать от них каких-то ошибок, грехов и так далее. Это спешка. То есть люди, которые спешат, они очень часто ошибаются, обижают, опаздывают, говорят не то, не выполняют обещания и так далее. Теперь давайте перевернем негатив в позитив. Значит, а каким надо быть? Давайте посмотрим. Первое. Человек должен быть прямой, что внутри, то и снаружи. Второе. Им должны управлять не его вожделение и желание, делаю, что хочу, буду делать, что хочу, а его интеллектуальная часть, то есть те правила, по которым он живет. Это второе в позитиве. Третье. Человек должен быть создавать свое познание, то есть у него должна быть дат, картина мира, выстроенная правильно, как дом. Дом, знаете, есть вот дом, построенный по проекту, а есть дом, построенный вот так. Так вот, у человека должна быть картина мира, построена по правилам, если это Тора, это идеальный вариант, то есть это знание от Бога. Хотя бы пускай он будет по корнеди, там, да, как приобретать друзей, оказывать влияние на людей, пускай он будет, хотя бы там запоминает имена, улыбается, говорит комплименты, не критикует. То есть каждый живет по какой-то системе координат, и важно, чтобы эта система координат была работающая. И последнее, что нужно в себе развивать в позитив, это не спешить, быть осознанным, быть спокойным, быть собранным. Вот то, что сегодня можно было понять из тех отрывков, которые мы выучили, и пожелание, то, что царь Саламон говорит, желаем, я желаю всем найти друга, который будет ближе, чем брат. Это очень важное такое в жизни достижение, и нужно найти вот этого одного друга, чтобы это был, и чтобы у него были вот эти вот качества, которые мы перечислили, 4 хороших качества. И тогда мы сможем выполнить то, что сказал, как совет, как совет сказал это Еушуа бен Прахья, был такой ученик у Раба Нехана на бен Зака, и он сказал, что путь к Богу лежит через хорошего друга. То есть путь, по которому человек приблизится к Богу, это хороший друг, потому что если тебе удалось найти, создать такие классные отношения с одним хотя бы человеком, то значит в тебе это тоже есть. В тебе это тоже есть, потому что, ну, понятное дело, что если он с тобой дружит, и он такой хороший, то и ты такой же хороший. В общем, я всем нам желаю, чтобы, да, у нас появился у каждого друг, Жанна Дмитренко, один вот такой классный, надо выбрать, но 4 критерия, смотрите, чтобы совпадал он по 4 критериям. Все, удачи, успехов, всем хорошего дня, хорошей недели, все, всем пока, всем хороших друзей желаю.